Первый бой областного чемпионата в весе до 65,5 килограммов. Действующий чемпион региона Александр Городец защищает титул. И хоть стартовый поединок воспитанник Иркутской школы ЦРС выиграл уверенно, с собой остался крайне недоволен. Мне пошло по плану. Затяжное. Чуть-чуть мышцы такие были тяжелые. Первый раунд вообще так, чуть-чуть. Более-менее, когда начал попадать, более-менее стал понимать противника. Более-менее получается, что-то началось. Я все равно недоволен работой. Очень медленно заставился противник, был ниже уровня. Среди участников и те, кто уже подписал профессиональный контракт. У Дениса Савицкого в большом боксе есть пять боев. Плюс к этому он уже был чемпионом Сибири. На областном турнире спортсмен проведет всего один бой. Подготовка уже была. Спокойно к этому отношусь. Соперников немного. Меня это не расстраивает и не радует. Просто спокойно. Как к работе отношусь. У чемпионата области по боксу еще одна глобальная задача. Подготовка сразу к двум важным стартам. Это женское первенство среди юниорок. Оно пройдет в мае. И чемпионат страны, запланированный на 2023. Важную роль в этом сыграли и перемены внутри Федерации бокса при Ангаре. В прошлом году ее возглавил Сергей Силко. Хочется отметить, данный чемпионат области это негласно старт к Олимпийским играм 2024 года. Ну для нашей Иркутской области. Потому что сейчас будет формироваться сборная команда, которая в дальнейшем будет представлять наш регион на всероссийских соревнованиях. А также уже будет проходить курс подготовки к чемпионату России 2023 года, который будет проходить в Иркутске. И который будет отборочным к Олимпийским играм. Чемпионат Иркутской области будет идти до 19 января. В рамках турнира также пройдет матчевая встреча против спортсменов из Забайкальского края. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.